В дополнение к главной героине Нового года «Зеленой елки» на площади Ленина установили порядка 10 ледовых фигур. Скульпторы воплотили сказочных персонажей, хорошо знакомых как подрастающим, так и взрослым сахалинцам. Ледовый городок в островной столице создает группа художников и скульпторов из Хабаровска. Для реализации своих идей мастера используют ледяные блоки, которые на днях доставили из Ахии и Паранайска. При помощи электрической пилыста, меса, крестцов и мастерства специалистов кубики льда за несколько дней превратились в сказочных персонажей. Как таковой тематики нет, просто новогодняя тема. Будут присутствовать тигры, конечно, потому что год тигры. То есть в основном Дед Морозов, Снегурки, там все такое новогоднее. То есть если бы был мороз, то здесь в принципе комфортные условия сравнивать с Хабаровском. У нас там, конечно, погода не очень. Художественная резка по льду – кропотливый труд, требующий максимальной аккуратности. В среднем на изготовление одной ледяной фигуры уходит от четырех часов до нескольких дней. Жители и гости областной столицы уже успели по достоинству оценить работу скульпторов. Очень красиво. Он из Австралии, он никогда не видел лед. Поэтому я сюда повел. Потому что я сама из Калининграда, у нас тоже такие делают инсталляции. Очень красиво. Вот для него это шок. Мне очень нравится, потому что он сам совсем маленький, но как его декорируют на Новый год, очень красиво. Снегурочка. А почему именно Снегурочка? Потому что она внучка Деда Мороза. Придешь подарки от Деда Мороза? Да. Южно-Цахалин всегда прекрасен. Очень нравится. Мы вообще не местные. Мы с другого города, мы с Корсакова. А вы специально приехали? Ну нет, мы приехали по делам. И так как сегодня хорошая погода, поэтому мы вот катаемся на горке. Фигуры выполнены из природного льда, который выбирают специальным образом. Он должен быть идеально прозрачным, без каких-либо примесей. Высота ледяных персонажей от одного до двух метров. Одна из фигур выполнена с прорезью для лица и предназначена специально для запоминающихся снимков. Анастасия Маслова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ.